Рязанская область теперь в одном из самых популярных путеводителей России – оранжевом гиде. В нем будут представлены достопримечательности музея Рязани и области, в том числе и музей Ивана Петровича Павлова. Историей его удивительно, впрочем, интересен не только музей, но и сама улица Павлова, которая претерпела немало метаморфоз. Когда Иван Петрович Павлов родился здесь, на этой улице, она, конечно, называлась не улицей Павлова, она, понятно, называлась на улице Никольской по названию храма, который находился в створе этой улицы. Сейчас на этом месте приборный завод построен. Именно в этом храме, в Никольском, служил отец Ивана Петровича Павлова, священник Петр Дмитриевич. В 1919 году в числе первых улиц молодой советской страны Никольская была переименована в улицу Карла Маркса. А улица великого ученого и первого российского лауреата Нобелевской премии Ивана Павлова появилась на карте Рязани только в 1934 году, но не там, где должна была быть. Эта часть улицы Маяковского до революции и несколько лет позже называлась улицей Курганской. Но уже в 1934 году, к 85-летию со дня рождения Ивана Петровича Павлова, эта улица была переименована в улицу Павлова. То есть это первая улица Павлова на карте нашего города. В 1964 году улица Павлова появилась там, где и должна быть у музея усадьбы Павлова. А вот улицу Карла Маркса решено было перенести в Приокский. По соседству с ней решили расположить улицу Энгельса. Эта улица одна из тех, которая несколько раз была переименована. До революции улица называлась улицей Рыбацкой. Чуть позже, уже в советское время, она получила название улица Энгельса. Здесь как раз на одном из домов сохранилась старая табличка, на которой написано, что это улица Энгельса. Потом улицу Энгельса перенесли в поселок Приокский. Рядышком она теперь находится с улицы Карла Маркса. То есть Энгельс и Маркс нашли друг друга в Приокском. Метаморфозы с названием улиц в 1964-м наконец закончились. Теперь большинство улиц нашего города располагаются там, где и должны быть. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».